В настоящее время в Тонском районе Иссык-Кульской области в живых остались лишь четыре ветерана Великой Отечественной войны. С каждым днём свидетелей тех событий становится всё меньше. А те, кто живут каждый год с нетерпением, ждут 9 мая. Ведь 75 лет назад именно в этот день была одержана долгожданная победа над врагами. Я помню этот день. Тогда солдаты собирались, чтобы выслушать капитана, и вдруг он произносит заветные слова. «Поздравляю вас с великой победой! В тот момент я не сразу понял, о чём речь. Но когда я увидел ребят, которые практически летали от радости, я осознал, что война окончилась». Война, которая принесла столько горя и унесла жизни миллионов людей, также отобрала и здоровье вернувшихся солдат. На сегодня большинство ветеранов имеют различные группы инвалидности. Доблестных воинов, сражавшихся за свободу своего народа, наградили медалями и присвоили звание почётного гражданина Тонского района. «Эти награды должны были быть присуждены ещё давным-давно. Но почему-то именно эти ветераны остались без них. Мы поздравили дедушек с 75-летием победы, и на этом не остановимся. До 9 мая запланировано много мероприятий. Нашу жизнь и судьбу построили эти люди. Они – гордость нашего народа и страны. Именно благодаря этим людям наша республика имеет возможность для развития и будущего. Они обеспечили мир в нашей жизни, и мы их никогда не забудем». В Иссык-Кульской области в настоящее время живут всего 12 ветеранов. Всем им в честь Дня Победы будет присуждено звание почётного гражданина Иссык-Кульской области. Кроме этого, они приглашены в Москву, где 9 мая состоится грандиозное мероприятие, посвящённое 75-летию победы. Субтитры создавал DimaTorzok